Итак, друзья, всем здравствуйте. Сегодня у нас новое видео. Это видео я решил посвятить одному из моих любимых девайсов. Я недавно совсем начал им пользоваться, но довольно быстро в моей жизни он заменил сигареты, как ни странно. И я хочу про него рассказать. Иногда у него бывает такая интересная поломка, про которую вам сейчас расскажу. Да, этот девайс называется Logic. Как все вы прекрасно его знаете. И довольно-таки быстро он полюбился и мне, и многим моим друзьям. Многие начали им пользоваться после того, как начал им пользоваться я. И часто бывает такое, что ваш Logic, когда вы его тянете, он просто не тянется. Обычно вот, смотрите. Когда вы его тянете, на нем горит индикатор. А иногда бывает такое, что индикатор не горит, но Logic вроде как бы заряжается на зарядке, но работать не работает. Это происходит по одной простой причине. Там внутри Logic есть датчик, который реагирует на тот момент, когда вы начинаете затягиваться. И если этот датчик залит жижей, как вы знаете, в этом баке находится внутри жижа, когда она заливает этот датчик, датчик перестает работать, соответственно, Logic тоже перестает работать. Сейчас я объясню вам, что с этим делать и как это починить. Все довольно-таки просто. Как видите, мой Logic уже довольно-таки поцарапанный, но в принципе ничего страшного. Смотрите, если снять бак и посмотреть внутрь, сейчас сфокусирую, то там внутри видны остатки жижи. И затем эти остатки жижи пробиваются внутрь и попадают вот здесь вот на датчик. Точнее вот с этой стороны, со стороны индикатора есть датчик. Для того, чтобы почистить датчик, изначально вам необходимо поддеть вот эту вот ленту. Так как я ее уже открывал, она у меня открывается чуть легче. Но первый раз она открывается только с ножичком. И второе, что вам необходимо, это вот типа такой скрепки, либо можно что-либо другое острое. Я первый раз делал вообще маникюрными ножницами. Вам необходимо открыть эти ленты примерно вот до такого положения. И вы увидите вот эти вот серебряные металлические штырьки. Затем эти штырьки вам необходимо выдавить внутрь, и тогда внутренняя часть Logic просто вот так вот выпадет. Сейчас покажу. Вот, прямо сейчас вы можете видеть, что я две внутренние части продавил. Вторую тоже продавил, просто ленточка уже приклеилась. И после этого простым движением утапливаем туда весь Logic. И сейчас оно вылетит. К сожалению, да, я все записываю одной рукой, потому что штатив оставил на другой квартире, и приходится действовать так. Итак, когда вы достали Logic, он выглядит вот таким вот образом. Это аккумулятор, это плата, система управления, и вот этот, собственно, белый индикатор, который у вас светится. Для того, чтобы почистить датчик, вам необходимо достать вот эту вот плату, которая под такими вот защелками находится. Эти защелки чуть отстранить стороны, отстранить стороны, отодвинуть точнее, и плату приподнять. Итак, я уже сделал, вот так вот это выглядит, и, соответственно, вот этот круглый датчик, который вы можете видеть, до конца его не отцепляйте. Прямо в таком положении ватной палочкой необходимо почистить сам датчик и обратную его сторону, вот к которой он прилегает. Прямо вот так вот ватной палочкой прочищаете там все, аккуратненько, естественно, потому что все-таки это электрика. И после чего ватную палочку достаете, и все остается в сухом положении, в сухом состоянии. Соответственно, когда вы все почистили, все обратно собрали, вы можете сразу поставить бак, потому что он приставляется к магнитам, и сразу проверить всю эту систему, работает она или не работает. Итак, после этого мы с вами отделяем обратно бак, и вот эти вот металлические штырьки, вот эти вот маленькие, нам необходимо вытащить или вывалить, как угодно. Я их достаю просто ножичком, аккуратненько, для того, чтобы они лежали отдельно, и потом зафиксировать внутреннюю часть лоджика в корпусе. Итак, вот они находятся, два штырька, соответственно, после этого вам необходимо лоджик обратно запихнуть в корпус, только обязательно соблюдая то, что индикатор должен быть в одной стороне с индикатором. Собирайте все это дело, штырьки запихивайте обратно, и все работает. Друзья, также еще хотел сказать одну важную вещь. Чаще всего у меня лоджик в кармане лежал в таком положении. То есть баком вверх. Методом экспериментов я понял, что носить баком вверх не настолько хорошо, потому что именно в этот момент датчик может заливаться. Поэтому носите лоджик в кармане в перевернутом виде. С тех пор, как я начал носить его в перевернутом виде, таких проблем не стало. Кстати, скажу еще о вкусах. В России очень мало вкусов этих лоджиков. Я смотрел на европейских сайтах. Европейские вкусы составляют там 26 штук. В то время, как в России их максимум 10 находится. Это, конечно, печально, это прискорбно. Так что, кто поедет в Европу, смотрите обязательно там вкусы разные для лоджика. Потому что, если честно, во время карантина это сделать проблематично. Как вы сами понимаете, сейчас рейсов мало. Сейчас летать в Европу трудно. Да и заказать тоже их не очень-то просто. Поэтому ремонтируйте свои лоджики. Я думаю, что вы все будете довольны после такого ремонта. Здесь ничего сложного нет. Буквально 5 минут вашего времени и ваш лоджик обратно в рабочем состоянии. И все в порядке. Вот и простое исключение этой проблемы. Так что, всем хорошего лоджика курения. Всем хорошего настроения. И всего доброго. До свидания.